Я вообще заедлый курильщик. Это последняя моя бич, которой я мечтаю избавиться. Но я настолько давно курю, я курю вообще, по-моему, 14 лет. Ну, так получилось. Я жалею, конечно, страшно. Это ужасно, но я не знаю, каким методом с собой бороться. Сейчас мои первые шаги, это то, что я перестал у себя в квартире курить. Я просто заставился не курить у себя в квартире. И я выхожу на улицу, я курю еще там где-то, я не знаю, на лавочку сейчас пока лето. Я открываю окно туда. Я хочу избавиться от прокуренности. И мне казалось, что я вообще перестану ходить в рестораны, потому что, в принципе, я не понимаю, как можно, допустим, поесть чего-то и потом не покурить. Ну, хочу вам сказать, что нормально, вот хожу, ем, и никаких проблем потом. Вот, вон, выхожу на улицу или сажусь в машину и курю. Думаю, что это правильное направление, потому что, ну, по гамбургскому счету, ну, никто, наверное, не будет спорить со мной то, что никотин – это плохо. Никотин – это плохо. И, конечно, это больше нацелено не на нас уже испорченных, людей, которые действительно там уже курят по 20-30 лет, хотя я считаю, что все равно есть шанс. А все-таки на наше будущее поколение, на детей. И, допустим, Соня Майя, она видит, что это ужасно. Я ей говорю, Соня, вот, прости, обязательно я брошу. Она прячет мои сигареты, там, не пускает меня курить. Я думаю, что это все-таки, как бы, сделано, задело на наше будущее, чтобы, ну, как бы, дети просто… Я просто вспоминаю себя, когда я тоже был маленьким, я не курил, я был счастливый, и все было хорошо. То есть жизнь без сигарет, она, на самом деле, существует, и, как бы, это здорово. Я считаю, что это правильно. Ну, так, по гамбургскому счету, глобально это правильно. Хотя, конечно, это ущемление прав курильщиков в чем-то, ну, я считаю, что нужно помогать. Потому что, если человек все равно уже курит, он может где-то это и покурить, где-нибудь там, не знаю, на улице, в конце концов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!